На канале как-то был выпуск про самый офигенный тюнинг вазовской восьмерки под названием «Черная акула». Парни три долгих года прокачивали свою старушку и получилось нечто потрясающее. Хотя авторы утверждают, что их проект еще не закончен, все же «Черная акула» заняла первое место осенью 2017 года на международном фестивале тюнингованных авто. Ссылку на статью оставлю в описании. У парней свое тюнинг-ателье и на этой выставке они представили еще несколько своих моделей, которые тоже заняли призовые места и в отличие от большинства тюниров они работают. Серьезно, это не какой-то там колхозинг или шараж-монтаж, а дорогой и качественный тюнинг. В основном парни занимаются тюнингом иномарок. Но у меня для вас есть отличная новость. «Черная акула» возвращается, и авторы заявили, что будут еще дорабатывать свой проект и основательно прокачают свое детище, которое они ласково называют «Рыбка». Вот что говорится на их официальном блоге. Мы были достаточно удивлены, что наши проекты заняли какие-либо места, так как они еще находятся на стадии доработки. Но прочитав статью на drom.ru, которую приезжал брать к нам в сервис лично представитель сайта, все стало на свои места. Судьи оценивают целостность проекта, его смысловое и эстетическое завершение. А в этом мы просто первые. Итак, испытав положительные эмоции от данного мероприятия и наград, а это целых 50 тысяч рублей за первое место, в нас еще больше проснулось желание довести проект «Акула» до конца. После посещения «Юг Мотор Шоу 2017» в нас будто открылось второе дыхание, а уж тем более после того, как «Акула» заняла первое место. Мы решились на переоборудование некоторых узлов проекта 2108 «Акула». Более точной информации будет немного позже, как только мы сможем выделить финансы и понять, что сможем себе позволить. Конечно же, хочется за эту зиму сделать все изменения, но у нас очень много планов и на наш бизнес. За эту зиму мы планируем выпустить три глобальных проекта, и каждый из них будет фантастически крутым. Один из них – это уже второй проект с автомобилем Dodge Challenger. Прозвище, кстати, для этого проекта уже есть – Dodge Mad Max. Это будет лучшее изменение экстерьера за всю историю тюнинга данного кузова. И, конечно же, мы планируем в очередной раз шокировать любителей автотюнинга и просто красивых автомобилей. Работы по проектам уже идут, и проследить. За поэтапным развитием вы сможете на нашем бизнес-аккаунте SCL Performance. Ссылку я тоже оставляю в описании. Судя по работам парней, получится что-то действительно крутое. Одна акула чего стоит? Как только на улицах появилась акула ЛАЗ, это шокировало абсолютно всех прохожих. Никто не мог представить, что из знакомого российского авто можно сделать такую прекрасную машину. Но двое братьев Андроника и Арсен Вартанова воплотили в жизнь мечту многих. Более трех лет ушло на создание данного шедевра. Название было придумано исходя из внешнего агрессивного вида машины. Наверняка каждый из автовладельцев хотел преобразить свое транспортное средство и придать ему оригинальный вид. Братья Вартановы смогли воплотить в жизнь почти все мечты. Своим авто они также сделали отличную рекламу для собственного ателье и уже сейчас от клиентов нет отбоя. А началось все с занижения подвески автомобиля. Братья и не предполагали продолжать тюнинговать свое средство передвижения, но однажды начав, они уже не могли остановиться. Следующим этапом превращения банального авто в спортивный болид стал подкапотный отдел. Полностью заменив заводской двигатель на новой атмосферной мощностью 180 лошадок и объемом 1,7 литра, парни изменили представление об одечественном автопроме. Однако все это было лишь началом большого пути, который ВАЗ-2108 Черная Акула преодолевает и сегодня. Для того, чтобы превратить обычную восьмерку в акулу, ребятам пришлось изрядно потрудиться и вложить много своих сил, фантазий и креативных идей. Детали для тюнинга было решено делать из стеклопластика, так как толщина его составляет не более 4 мм. Детали такого типа используют на самых современных болидах для уменьшения веса автомобиля. Оба брата всегда являлись поклонниками дорогих зарубежных машин. Поэтому, когда речь зашла о дверях, один из них сразу вспомнил о Ламборгини. С помощью одного из друзей, работающего на танковом производстве, Вартановы смогли воплотить и эту безумную идею в жизнь. Но было настолько тяжело, что совет они дают следующий. Никогда не делайте Ламбо-петли самостоятельно. Лучше купите. Вы, наверное, не знали, что восьмерку вазовцы разрабатывали совместно с Порше. Так вот, в Акуле установлены роскошные сидения от этой же фирмы. Оснащены они электрическим приводом и полностью спортивным дизайном. Эх, если бы в то время парни работали конструкторами на ВАЗе, То, глядишь, и у нас бы отечественные Ламборгини ездили. Давайте напишем в комменты «Хочу Акулу». И тогда наверняка директора ВАЗа нас услышат и поставят братья Фортановых во главе отдела разработок. Да и вообще им надо подарить весь завод, пусть сделают нормальные тачки для людей. А как вы считаете? Пишите свое мнение в комменты. А на сегодня это все. И помните, что лучшая благодарность автору – это оставленный коммент, лайк или дизлайк на ваше усмотрение. Пока.